За кулисами кипит жизнь. Настоящая. Самые яркие эмоции испытывают перед выходом артисты. Переживают, хотят победить. Каждый выход на сцену в этом фестивале с многолетней историей особенно волнителен. Театральная весна 2019 в Театральном концертном центре завершается показом спектаклей и награждением победителей сразу в нескольких номинациях. В жюри профессионалы театрального и кино жанра, в зале зрителей соперники. Хотя здесь, кажется, дух соперничества весьма специфичен. Многое зависит в первую очередь от личности артиста и от режиссерской постановки. Такие конкурсы и позволяют сделать те самые правильные выводы, куда двигаться дальше. А сегодня мы, подводя итоги, безусловно, гордимся всеми теми постановками, которые мы посмотрели за эти три дня. А постановок действительно было немало. Разные драматические, комедийные, музыкальные – все это творчество коллективов и их руководителей. Приезжали и участвовали в конкурсе коллективы из разных городов, области. География расширяется во многом благодаря тому, что теперь Театральная весна приобрела статус подмосковного. Три номинации разных возрастных категориях – «Русский дух», «Эксперименты», «Драматический спектакль». Участники – от семи и старше. В каждой номинации и каждой возрастной категории свои победители. Но в этом случае действительно главное участие. Наш коллектив «Кураж» – постоянный участник фестиваля «Театральная весна». Но каждый раз, как сами артисты, так и режиссер Елена Смирнова заново переживают запредельные эмоции. Их постановка по стихотворениям русских классиков «Русь великая» вот-вот должна начаться. Перед каждым выступлением любой артист, естественно, волнуется, переживает, потому что каждый выход на сцену – это большое счастье и радость. При всем, при том, что мы уже не первый год участвуем, мы постоянно учимся, постоянно смотрим, какие другие актерские работы, режиссерские. Это очень интересно. Несомненно, все участники получили не только бесценный опыт, эмоции и их призы, но и очень важную для актеров информацию во время мастер-классов. Это в целом помогает в развитии как ремесла, так и духовного уровня. Ведь истинная цель театра – просвещать и духовно обогащать. Об этом важно и нужно говорить, особенно в такой знаменательный год театра.